Всем большой-большой привет! Меня зовут Таня и в сегодняшнем видео мы с вами посмотрим мою закупку из магазина FixPrice. Была там как раз таки сегодня и решила прям сразу же вам показать. Сегодня у нас 25 число. Кстати говоря, сегодня Татьяне день. Всех Таней, Танечек, Танюшек поздравляю с этим замечательным праздником, с Татьяниным днем. Ну и давайте будем начинать. Давайте, наверное, с продуктовых начнем. Так, первое, что я увидела, это вот такой вот чай. Что-то раньше мне на глаза не попадался. Не знаю, то ли это новинка какая-то, то ли нет. В общем, цена 69 рублей. Я, как всегда, все подписала здесь для вас. Вписано 25 пакетиков и вот такой черный чай. Так, я не знаю даже, как поставить, чтобы все было лучше видно у нас с вами в кадре. У меня сегодня здесь такое солнышко яркое, поэтому как-то так. Так, дальше следующее, что еще взяла из продуктов. Как всегда, когда хожу в магазин Фикс Прайс, покупаю вот эти вот мяфли от Акульчев. Стоимость их 55 рублей. И здесь 18 вот таких кружочков, 125 грамм. Не будем долго тоже на них заострять внимание. Также уже брала вот такие корнирсы, цельнозерновые чипсы, не жареные, тонкие, хрустящие. Очень мне понравились. Но, по-моему, в прошлый раз я брала с томатом, а в этот раз их не было. И поэтому были только вот такие с сыром. Ну, я взяла их на пробу. Такие еще не пробовала. А вообще вкусные, очень мне нравятся. Еще также увидела вот такой круассан с кремом какао. Тоже взяла. Цена 79 рублей. Так, а про корнирсы, кстати, девчонки, я вам не сказала. Сколько они стоят? 29 рублей 50 копеек. Так, ну и, в общем-то, круассан вот такой большой с кремом какао. И здесь, смотрите, внутри есть игровая фишка со стикером. Не знаю, я еще не открывала, не смотрела. И детям тоже не показывала. В общем-то, что-то там еще должно попасться. Дальше еще на глаза мне попались вот такие вот чипсы. Здесь у нас вкус красной икры, собственно, поэтому я их и взяла. Мне такие нравятся. Они у нас идут чипсы пшеничные. И стоимость их 14 рублей 70 копеек. Так, что тут еще из продуктов у меня? Ну, еще взяла вот две жвачки. Одна вот такая вот Дирол. 39 рублей 50 копеек стоила. Выглядит вот так. И еще одну взяла вот такую. Это уже Орбит со вкусом арбуза. 29 рублей 50 копеек. Дальше из расходников, что нужно было мне, это ватные диски. Повторила я вот такие. Очень они мне понравились от Клиник. По 60 рублей они, по-моему, были в этот раз. Да, по карте Фикс Прайс, по-моему, вот что хотела сказать. Именно по карте Фикс Прайс у них такая цена. А так, по-моему, они немножко подороже. Хорошие ватные диски. Здесь, кстати, 120 штук. И оформление у них такое интересное, симпатичное. Мне нравится. Также еще закончились у нас дома вот такие пакетики. Взяла, как обычно, Бон Хом. 59 рублей. Они стоят здесь 200 штук. 18 на 28 сантиметров. У них здесь вот такой какой-то белый рисуночек еще есть. Увидела я как раз-таки вчера в видео у Леночки. Елена Прекрасная канал. Она тоже увидела в видео у Зарины вот такую электрическую точилку для карандашей. У нее автоматическое затачивание. И мне так понравилось. Она прям в видео показывала, что вот здесь вставляются батареечки. Сюда, в общем, вставляется карандашик. И он автоматически затачивается очень так хорошо, неплохо. И поэтому я взяла. Вообще вещь такая нужная. Конечно, не особо бюджетно. 199 рублей. Но я думаю, что она будет неплохая и послужит все-таки нам. Потому что у нас, знаете, есть такая точилка в виде космонавта. А нет, в виде летчика. Сколько она у нас уже служит? Наверное, года полтора. И до сих пор отлично затачивает карандаши. И поэтому я вот взяла еще такую и решила попробовать. Так, дальше еще из расходников. Мне нужны были, тоже дома закончились. Вот такие вот баночки под анализы. 14 рублей 70 копеек они стоят. Мне кажется, всегда они должны быть в обиходе. Такие вещи. Чтобы на запас дома лежали, когда вот куда-то нужно. Так, дальше еще увидела, вот смотрела там канцелярию. И попались мне на глаза вот такие вот маркеры. Это мега маркеры. Они, смотрите, вот такие вот большие, толстые. Поэтому меня заинтересовали. Вот так вот ими можно рисовать. 79 рублей стоит два цвета. Но там есть разные наборы с разными цветами. Мне как бы особо без разницы было. Я вот первые, которые висели, взяла. Давайте информацию. Здесь поближе тоже покажу. И посмотрим, как они рисуют. Вот, смотрите, я тут уже на чеке похудожничала без вас. В общем-то, вот так вот это выглядит. А пользоваться ими, знаете, как нужно. Они вот так откручиваются, как флакончики. И здесь вот такая мягкая ватка, что ли. Их нужно потрясти и вот так надавливая ими уже рисовать. А то как-то у меня не сразу пошло. Я вообще сначала думаю, что они у меня не рисуют, что ли. И вот второй точно такой же. Ну, знаете, детям интересно будет поиграться. Что-то новенькое. Поэтому тоже пускай будут. Так, дальше еще из канцелярии. Тоже нужны мне были вот такие цветные листы для записи. 250 штук. Стоят они 79 рублей. У меня уже есть коробочка с вот такими какими-то подобными листочками. Только там простые, без всяких рисунков. Тоже я когда-то покупала в магазине Фикс Прайс. И вот они у меня заканчиваются. И я туда как раз-таки вложу вот эти вот очень удобные штуки. Вот так вот в магазин куда-то сходить. Я себе делаю какие-то мелкие записочки. Необходимая вещь для меня. Поэтому взяла. Дальше еще из канцелярии. Набор вот таких линеек. Три штуки 55 рублей. Вот такой мальчиковый вариант. Я сыну взяла в школу по 15 сантиметров. И также девочковые варианты там тоже были представлены. Если можно так сказать. Ну, в общем, для девочек картинки были. Я взяла вот такие. Дальше еще на глаза мне попались вот такие вот. В общем, это набор для специй. Здесь 4 вот таких вот, как сказать, ампулки. По 50 миллилитров они идут. Здесь есть мерная шкала. И стоили они, смотрите, тоже всего лишь 59 рублей. Поближе тоже информация. Ну и давайте откроем. Немножко пошуршим. Посмотрим, как это все выглядит. Вот такая пластиковая штучка. Я решила, что это будет удобно. Вот сюда какие-то приправки высыпать, специи. И можно потом вот так их удобненько хранить. Симпатично выглядят. Так, как бы мне их так положить, чтобы они хоть смотрелись как-то немножко в кадре. Так, дальше еще, смотрите, увидела вот такой вот массажер для головы. Помню, раньше у меня такие были. И что-то мне вот захотелось былое время вспомнить. 99 рублей они стоят. Ну вот, буду делать себе массажи. Детям тоже. Пусть будет и такая штучка. Из новинок ко дню Святого Валентина там завезли всякие различные товары. И тоже вот я у девчонок уже видела. Мне понравились такие вот брелочки. В общем-то, стоят они 79 рублей. И я, конечно же, пошла купила. Так, давайте, наверное, сейчас откроем. Посмотрим, как они выглядят, представлены. Они были в четырех вариантах, но я взяла три. Первый у меня это вот такой вот мишка миленький. Ну, посмотрите, симпатичненько же выглядит. Хорошенький. Пусть дочка у меня поиграет. Да и мне самой, знаете, интересно было. Далее, второй вариант. Это уже вот такой вот окуленок. Тоже такой миленький. Здесь у него сердечко идет. Вот так вот выглядит. Так. И третий. Это вот такая коала, наверное, скорее всего. Да, девчонки, это? Ну, тоже вот. И на ощупь они очень такие приятные, миленькие. И выглядят, конечно, тоже симпатично. Я взяла. Пусть и дочка у меня поиграет. И мне самой интересненько на такие игрушечки прям любоваться. Пусть будут. Повторюсь, они по 79 рублей. И также в четвертом варианте еще там были представлены ежики. Ну, что-то ежики мне не особо понравились. Я не стала их брать. Также для дочки еще увидела. Тоже она вот сейчас и куколок активно расчесывает. И сама пытается расчесываться. Поэтому я и купила вот такую расчесочку. Она стоила 99 рублей. Взяла ее, потому что у нее вот здесь все-таки вот эти сами зубчики. Очень-очень мягкие. Там были еще всякие детские расчески представлены. Но у них как-то вот это все здесь такое грубое, твердое. А вот это вот прям такая мягенькая. Поэтому взяла для нее. Пусть будет. И также для дочки еще увидела вот такую волшебную палочку. Тоже в отделе с товарами ко дню Святого Валентина. Стоила она 79 рублей. Давайте информацию поближе. У меня единственная оторвалась здесь уже этикеточка. Но это волшебная палочка. 24 сантиметра. Вот так вот она выглядит. И давайте вот здесь вот на кнопочку нажимаем. И вот так она светится. Прикольная штучка. Ее вот можно, знаете, она вот тут на проволочке всяко трясти разно. Но ребенку будет интересно. Я думаю, все равно какое-то время с ней поиграть. Вот такая вот. Дальше тоже для своей маленькой дочки. Еще я увидела вот такой вот светильник-ночник светодиодный. 79 рублей. Кстати, батарейки, что здесь уже входят в комплект. Что вот в этой волшебной палочке уже тоже в комплекте были. И это уже вот такая вот собачка. Переливает с разными цветами. Давайте ее откроем. Я уже открывала. Заглушку здесь вытащила. Посмотрим, как светится у нас эта собачка. Здесь вот переходничок. Так. Включаем. Ну и вот так вот. Не знаю. У меня, конечно, тут в комнате светло. Но я думаю, что вам все равно видно. Примерно вот как она светится. Такая вот собачка. Ну и ребенку, по крайней мере, тоже будет интересно какое-то время с ней поиграть. Так. И еще что я купила. Что-то у нас закончились маленькие ложки дома. Но не то, чтобы закончились. Просто у меня дочь любит их постоянно таскать. Ходит сама, берет на кухне и кормит потом своих кукол этими ложками. В общем-то у нас уже где-то по дому растерялись маленькие чайные ложки. И поэтому я решила взять в фикс прайсе. Вот так вот выглядит ложечка. Стоимость у нее всего лишь 24 рубля 70 копеек. Поближе тоже информацию покажу. И вот так вот выглядят эти ложечки. Я их взяла. Пять штучек. Вот. Вот такой узор у них здесь. Сзади вот так. Вот. В общем-то пять ложек. Мне кажется очень небольшая цена в фикс прайсе на них. Поэтому брать можно. И последнее, что хотела бы показать. Это я покупала тоже в фикс прайсе. Но не в этот раз, а уже давненько. Во всю пользуюсь. Речь идет вот о таком шампуне турецком. Здесь 600 миллилитров. Он у нас идет для восстановления сухих, истонченных и ломких волос. Вот такая огромная бутыль. Очень приятно пахнет. И почему решила показать? Потому что очень мне понравился этот шампунь. Вот он идет именно для восстановления волос. То есть для увлажнения волос. И он действительно это делает. Но при этом он промывает волосы. Вообще классно, круто. Остается такой приятнейший аромат на волосах. И поэтому вот кто еще не обращал внимания на эти шампуни, я решила показать и обратить ваше внимание. Что шампуни очень-очень классные. Вообще вот прям супер мне понравились. Это турецкие шампуни. Вот изготовитель. И поближе информацию также здесь вам покажу. Поэтому, девчонки, обращайте внимание. По-моему, они там представлены в трех вариантах. У меня уже здесь где-то вот так вот, наверное, нету. Я уже давно пользуюсь этим шампунем. И поэтому решила как бы оставить отзыв, раз в покупках не показывала. Но шампунь вот прям вообще произвел на меня впечатление. Очень-очень классный. Обращайте внимание. Все, в принципе, на этом это все покупки, которые у меня были сегодня в магазине FixPrice. Делитесь, что брали вы, что вам понравилось, может быть. И на этом я буду прощаться. Всем спасибо за просмотр, за внимание. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok